Вот уже два дня Национальная касса социального страхования работает по специальному графику. Это помогло избавиться от очередей в главном офисе учреждения и его территориальных подразделениях. Две оставшиеся до отмены чрезвычайного положения недели были разделены на три отдельных периода, в течение которых граждане могут пользоваться определенными услугами. Чтобы ограничить поток людей, заявления на выдачу пособий можно подавать также онлайн. Специальный режим работы был установлен в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первый этап истек сегодня, и в эти дни решались вопросы о повышении пенсий и некоторых пособий. Выплаты по материнству и некоторые другие вопросы можно решить во втором периоде, который начнется 4 мая. С 11 по 15 мая снова будут решать вопросы, связанные с выплатой пенсий. Люди говорят, что благодаря изменениям они не стоят в очередях часами, как это было раньше, и хотели бы чтобы такой режим работы остался и после отмены чрезвычайного положения в стране. Требео многое делать, чтобы несли это work, чтобы я спрямлюсь в руи, чтобы запрямиться в определенные позволения, чтобы в следующих Сотрудники Национальной кассы социального страхования говорят, что в таких условиях работать гораздо проще. Также во избежание очередей заявки на определенные виды пособий можно подавать онлайн. В этот период были также приняты специальные меры для людей достигших пенсионного возраста во время чрезвычайного положения. Они смогут представить необходимые документы после 15 мая и их пенсия будет рассчитываться задним числом с того момента, когда они получили это право. Если в этот период человек получил право на пенсию, она не потеря ничего. После 30 дней они начнутся с экспиратом после 15 мая. Мы все-таки интеллигеры, уничтожены для того, чтобы избежать ситуацию о кризисе. Напомним, что до 15 мая офисы Национальной кассы социального страхования будут открыты до двух часов дня. Граждан обслуживают даже в обеденное время, которое раньше было свободным для сотрудников.